В приоритете старые, прожившие свой век тополя, которые перекрывают знаки ПДД и светофоры, а также могут упасть на проезжую часть. Именно их на центральных улицах города со спокойной совестью спиливают работники ДМРСУ. Вот сейчас на данный момент идет Бутина, работа на Бутина, ну на Ленина, Ленинградские улицы тоже. Тут очень много деревьев старых, которых нужно убрать по мере возможности, как погодные условия. Ну так как бы, ну очень долго, да. Сами по себе тополя, по мнению озеленителей, давно изжили себя, поэтому избавиться от них нужно как можно скорее. В некоторых деревьях и вовсе давно прогнившие основания, значит даже малейшая непогода может закончиться трагедией, как в 2019 году на Угданской. Тогда от порыва ветра дерево упало прямо на женщину. Смерть наступила мгновенно. Поэтому сегодня пилит их без особого сожаления, но при этом максимально осторожно, чтобы не повредить окружающую среду. Поднимаемся на вышки, освобождаем от троллейбусных, ветки мешают. Так гнилые все, убираем деревья. Погрузка, спилка, все за нами, уборка, все убираем сразу за собой. Темпы работы ДМРСУ держит уверенно. Даже при том, что озеленителей и работников в смежных отраслях давно не хватает. Сейчас больше 20 работают, но они не только занимаются спилкой, деревьев, уборкой площадей, улиц города, убирают лед, урны, собирают мусор. Очень мало людей, людей не хватает. Сколько нужно, чтобы было достаточно людей? Наверное, еще столько же. Кадровый голод, по мнению мастера по озеленению, связан в первую очередь с тяжелым физическим трудом и работой на улице. Зимой холодно, летом жарко. Пока стараются справиться теми силами, что есть. Впереди у ДМРСУ весенняя высадка новых деревьев, скорее всего, место старых тополей уже в ближайшее время займут ели. Вера Садулина, Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.